А что хорошего у вас там на России случилось? Чем порадуете? Что тут прискорбного? И стала воевать с оппозицией. Для нас была законная власть, которая нас пригласила. Раз! И все сразу появилось! Меня, честно говоря, тоже не беспокоит. ЛНР, ДНР и Украина. С ваших слов, Российская Федерация является стороной конфликта, да? Вы против Минских соглашений, я правильно вас сказал? Это все американцы хитрые придумали. Вы с три стороны конфликта недоговороспособны. И это гражданский конфликт. Спичка во рту что-то означает или так просто, ну, детская привычка? В детстве выступил, но ковбойца хотел быть похожим. А вырос, стал похожим на викинга. На викинга? Да. Классно. Викинги этот супер. Смотрел сериал «Викинги»? Да, смотрел. Про Рагнара Лодбрака. Ну, он в последних сезонах уже не снимался. Жаль, конечно. И мне тоже было его жаль, да. Последний сезон, конечно, испортили. Ну, так бывает. А что хорошего у вас там на России случилось? Чем порадуете? Я в последнее время только радуюсь новостями из России. У нас прям вообще там даже не спрашивать. Нечего там спрашивать. Ну, я вот сейчас чай с чербетом попил, детство вспомнил. Это хорошее место. Ну, а в целом в России, в государстве что? Что-то есть хорошее? Так меня слыхать? О, так слыхать, да. Отлично. Все гораздо. Динамик просто выключил, мешает. Сразу меня. Наушник наушник. Что хорошего там на России случилось? Вот так новости хочу кинуть хорошие. Меня только российские новости и радуют. Так а вы же в Ютубе наберите Россия 24 канал, Россия 1. Там много новостей. Ой, я радуюсь за Россию. Радуюсь. Вот. За время операции в Сирии погибло 112 российских военных. Новости сегодня читал. Официальные данные. Чьи данные? Данные Интерфакс. Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов, или Красов, не знаю, сообщил, что число российских военнослужащих, погибших в Сирии, за время военной операции по состоянию на 15 марта, составило 112 человек. Ну, новость. Ну, это прискорбно. Что тут прискорбного? Ну, что, что, 12 человек погибло. Именно военнослужащих, да? А за что они погибли? Да, официально. Плюс еще ЧВК. Ну, ЧВК Вагнер не считается. Это же, как бы, ну, такая чепуха. Ну, почему чепуха? Они тоже люди. Ну, они же их не считают. Они считают только официальные свои потери. А на что в этом плохого? Ребята же погибли за родину. Нет, я вам объясню. Ну, если вы мне позволите, я вам объясню. Я справлю. Выслушаю с удовольствием. Ну, это нужда. Это минимальные потери. Если бы мы в Сирии ИГИЛ бы не задавили, мы и сейчас сторонников ИГИЛ, ФСБ по всей России вылавливают. То есть у нас уже бы и Кавказ плавал, и много проблем было бы. А-а-а-а. Так что правильно сделали. Правильно сделали, что погибли. Нет, правильно сделали, что залезли и Асада удержали. Так вы же там воевали не с ИГИЛ. Вы же воевали с оппозицией вроде. Поддерживали Асада. Причем здесь ИГИЛ? Нет, именно с ИГИЛ. Нет, но вы Алеппо бомбили же. Там не было ИГИЛа. Там же была оппозиция. Неконтролируемая Асадом территория. Подождите. Вы смотрите, когда на ИГИЛ началась откровенная охота, американцы начали тусовать их. Начали переименовывать их в разные. Изначально были территории, которые контролировались ИГИЛ. Территории, которые контролировались Асадом. И территории, который контролировались оппозицией. Самая большая территория, которая контролировалась Это была оппозиционная территория Асад, территории постоянно у него сужались Но ИГИЛ так, туда-сюда То сужалась, то нет То есть оппозиция росла по территории, которую она контролировала Вмешалась Российская Федерация На стороне Асада, на стороне режима И стала воевать с оппозицией Алеппо было под контролем не ИГИЛ, а оппозиции Так за что же погибли тогда ваши ребята? Вот они брали Алеппо И за что они погибли? Ну, где интересы России здесь? Я, честно, не очень понял Понимаете, мы не разделяли умеренную оппозицию от неумеренной Для нас все враги Асада это были сторонники ИГИЛа Не понял Вот сейчас, если честно, не понял Враги Асада для вас сторонники ИГИЛа Что-то не сходится Ну, мы понимаете Мы не разделяли людей на умеренную оппозицию И для нас была законная власть, которая нас пригласила туда, в Сирию Зачем пригласила вас законная власть в Сирию? Ну, попросили помощи военной Зачем? А зачем вам помогать Асаду? Для чего? Ну, не мне же вам объяснять геополитику О геополитике, а интересы Почему не вам? Я с удовольствием выслушаю Зачем вам помогать Асаду? Для чего? Ну, я так думаю Вот я так думаю Что через Сирию Через Катар В Европу С Катара В Европу хотели Кинуть трубу газовую Чтобы снабжать газ Газом Европу А, давайте Это очень интересная история Смотрите Через Катар И эта труба Хотели пустить газ в Европу И эта труба должна была проходить Через Сирию Потому что Катар занимает Или первое, или второе место По запасам газа Ага, то есть, подождите Из Катара газ Хотели продать в Европу А вы, чтобы Европа не покупала газ у Катара А покупала у вас Положили 112 пацанов в Сирии И убили при этом несколько тысяч человек Андрей, вы не понимаете В том числе в этом тоже интерес ду Хотите, я вам зачитаю цитату Путина Первая задача была именно борьба с ИГИЛом Хотите, я вам зачитаю цитату Путина про Сирию Знаете, вот цитата Путина про Сирию Я на гугл, пока мы с вами разговариваем Цитата Путина проста Почему-то складывается мнение Что у нас какие-то особые отношения с Сирией Когда-то, в советское время, были особые отношения Но сейчас этого нет Сейчас скорее у Сирии особые отношения с Францией Заявил Путин на совместной пресс-конференции С премьер-министром Франции Финьоном Послушайте до конца Послушайте, это интересно Посмотрите по объему товарооборота По количеству встреч на высшем уровне У нас там, Путин заявляет Нет никаких особых интересов Ни военных баз Ни крупных проектов Ни многомиллиардных капиталовложений Которые мы должны были бы там защищать Там ничего нет Это заявил Путин А потом так вдруг неожиданно Раз И все сразу появилось Что же появилось у вас там за интерес какой интересный Я вам говорю Первая задача была именно борьба с ИГИЛом Так в тот момент ИГИЛ там уже существовал Но у вас там не было никаких задач и интересов А потом появились Мы как появились там? Наш пригласил законное правительство, правильно? Легитимное правительство, власть какая там была Именно Асад, правильно? Зачем вам защищать правительство, которое падает практически Которое уже упало? Какая вам разница? Асад будет президентом Сирии или Шмасад? Какая разница? Вы не знали до этого, кто такой Асад И не будете знать, кто после него будет президентом? Какое вам дело до этого? Я вам объясню, это же вот в том-то и дело, что это именно геополитика Америка нашла интерес в ИГИЛе И всячески поддерживала, защищала, переобувала их, переименовывала Тусовала их с умеренной оппозицией, лишь бы их не бомбили А мы увидели интерес именно поддержать Асада Так в чем интерес ваш? В чем он заключается? Что от этого получила Россия в итоге? Слушайте, вы со мной говорите, как будто я в посольстве с сирийским дипломатом Но как вы понимаете, за что погибли пацаны? Они же по идее и раз военнослужащие, то они погибли за родину Ну, это минимальные потери, они на войне всегда есть Вам не жалко, мне тем более, я вообще А вагнеровцы, вагнеровцы вообще погибли от рук американских военнослужащих Понимаете, если бы сторонники ИГИЛ взрывали бы сейчас здесь дома в России Если бы они тогда у власти удержались Меня бы это заботило больше Меня бы это очень сильно, если бы на моей территории гибли гражданские люди Меня бы это заботило бы больше Так что... То есть вас тоже не заботят 112 человек, которые погибли в Сирии Меня, честно говоря, тоже не беспокоит Мало того, поскольку Российская Федерация является нашим врагом Не просто геополитическим врагом, а физическим То, соответственно, чем больше военнослужащих погибнет на другом фронте Их убьют представители другой армии Чем для нашей армии легче и лучше, согласитесь Вот именно вот этот расклад, который произошел, он меня устраивает Ну, это, понимаете, это минимальные потери Меня тоже устраивает, вообще, хорошо Считаю, что это не минимальные потери Нужно бы, конечно, улучшить ЧВК Вагнер создавали же для Наподобие американских Так у вас по закону запрещены частные военные компании Запрещены по закону Разве? Да Наемничество у вас запрещено Это статья Уголовного кодекса Ну, если бы, наверное, были бы запрещены Не было бы юридических условий Нет Условий их создавать Нет, 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 запрещены Нельзя По закону запрещено Нельзя Вы не поменяли закон до сих пор Они не законы, они вне закона Ну, если они есть, значит, можно Ну, если нельзя, то очень Ну, если нельзя, но очень хочется, то можно А что по поводу Донбасса скажите Что на Донбассе происходит Кто с кем воюет Ну, кто с кем воюет Трехсторонняя контактная группа Это какие страны? Три стороны Три стороны конфликта Это что за три стороны? Ну, три стороны конфликта Насколько я знаю Это ЛДНР Подождите Три стороны конфликта Кто? ЛНР, ДНР и Украина А как же в новостях? Представитель России в трехсторонней контактной группе Грызлов сделал заявление Уже как-то Четыре, получается, стороны Не сходится Хорошо Кто подписывал Минские соглашения? Трехсторонняя контактная группа Чьи страны там присутствовали? Три стороны Давайте я вам так покажу У меня тут специальная рука есть Смотрите для этого Три стороны Три Трехсторонняя контактная группа Это три стороны Первая сторона Это Украина Вторая сторона Это ОБСЕ Горганизация Посредник Которая не является участницей конфликта Это такая организация ОБСЕ И третья сторона Российская Федерация Три стороны Всего лишь Трехсторонняя контактная группа Есть Российская Федерация Представитель Российской Федерации В трехсторонней группе Украинская сторона И ОБСЕ как посредник Вот и вся трехсторонняя контактная группа То есть Российская Федерация Является стороной конфликта Вы подписали Минские соглашения Как сторона конфликта По-моему Минские соглашения Вот волшебство ОБСЕ И на Россию То есть С ваших слов Российская Федерация Является стороной конфликта Да? Я правильно вас понял? Ну вот Вы подписались Вот подпись вашего посла Это Минские соглашения Вы говорите То я не подписывал Вы гражданин Российской Федерации Ну вы обращайтесь ко мне Я вам объясняю От нашей стороны От стороны Украины Подписал Второй президент Украины От вашей стороны От России Подписал Зурабов Посол Чрезвычайный Полномоченный посол Слов мало Толку Слов много Толку мало Где в Минских соглашениях Написано Что Российская Федерация Является стороной конфликта Ну вы Я только что показывал Трехсторонняя контактная группа Трехстор Три стороны есть Три стороны Есть Украина Россия И ОБСЕ Поскольку ОБСЕ Не воюет А является Стороной посредником Это организация Это не государство То воюют Две стороны Две стороны Две стороны Россия Украина И ОБСЕ Между ними как посредник Вот и все Никаких ЛНР Или ДНР Не входят в трехстороннюю Контактную группу Там всего три стороны Три Раз Два Три Андрей Я подождите Не понял Вы против Минских соглашений Я правильно вас понимаю? Я разве когда-то говорил Что я против Минских соглашений Я говорю Что Российская Федерация Их не выполняет Как сторона конфликта И за это На нее санкции накладывают А значит Значит в минских соглашениях написано Что Российская Федерация Является стороной конфликта Правильно? Смотрите Когда подписывается Какой-то договор Между какими-то сторонами То те стороны Которые подписали Договор Они несут ответственность Берут на себя Ответственность За выполнение Поскольку Никаких других стран Не принимали участия В подписании Этого документа Никакая другая страна Подписать документ Отказалась Никто не подписывал Франция Участвовала Президент Франции В переговорном процессе Участвовала В переговорном процессе Канцлер Германии Меркель Они участвовали В переговорном процессе И заставили Подписать Украину И Россию Между собой Документ Я понял Что вы мне хотите Объяснить За что же санкции Накладывают на Россию Как вы понимаете Я вам сейчас скажу Был список Магнитского Раз Будет еще Был список Магнитского Это отдельный пакет санкций Какой еще был Пакет санкций Будут еще Санкции За атаку на Марс И скорее всего За загрязнение Мирового океана Будут санкции А еще будут Я вам говорю За те которые уже Наклали на вас Наложили Андрей Они всегда будут Не важно что в мире Нет Они не всегда будут Чтобы тормозить Их не было раньше Чтобы экономически Сдержать Россию Они всегда будут Они всегда будут Потому что Аааа Это Америка Заставила Окупировать Крым И напасть на Украину Еще и на Донбассе Это все Американцы Хитрые придумали Вот они молодцы Слушайте какие Если санкции Накладывает Америка То это именно Выхнив А Европейский Союз Единогласно голосует Каждые полгода И продлевает Пакет санкций Каждые полгода На этой неделе Продлили Еще на полгода Санкции Полностью Единогласно Европейский Союз Все Каждый член Европейского Союза Проголосовал За Продолжение Продолжение Санкций За что Санкции Наложены Там же написано Черным по белому За что С вами приятно Обеседовать Вы рта не даете Открыть Так Ответьте на вопрос За что Европейский Союз Единогласно Наложил санкции На Россию За что Ну там причина написана Продолжить санкции За что За что Андрей Вы много слов говорите Я вот В моем понимании Я думаю Что Именно вот Евросоюз Некоторые страны Ну вот Даже взять Германию Ну они Все таки Очень большое Влияние на них Америка влияет Ну Оказывает Каждая страна Проголосовала За продление Санкций Каждая Все Единогласно Единогласное решение За что Они продлили Санкции За что У нас есть такое Понятие Коллективный Запад Вот вы их Имеете ввиду Да Я имею ввиду Страны Европейского Союза Которые Продлили на полгода Санкции В отношении Российской Федерации И спрашиваю вас За что На Россию Европейский Союз Наложил санкции За что Ну я же вам Объясняю Снег не того цвета Зимой пошел Нет Там написано Совершенно другое В санкциях Написано Совершенно другое В заявлении Написано За невыполнение Россией Минских соглашений А почему Вы не выполняете Минские соглашения Зачем вы их подписывали Если вы их не выполняете Украина сторона конфликта Да Однозначно Сто процентно Сторона конфликта Она выполняет Конечно Но нас же санкции Никто не накладывает Нас никто не обвиняет На выполнении Минских соглашений Потому что вы Под внешним влиянием Вы ихнили метрофы Вы указываете Все ихнии В принципе Сейчас коллективный запад Вашими руками Что мы ихнии Ничего не понял сейчас Есть две стороны Конфликта Которые подписали Минские соглашения За Невыполнение одной стороной Накладывается санкции Всем цивилизованным сообществам Завиская федерация Не является Стороной конфликта По Минским соглашениям Стороной конфликта Именно является ДНР ЛНР И Украина Вот подпись вашего посла Зачем он подписал Минское соглашение Там присутствуют Франция Германия И Россия Потому что Нет там никто Таких Нет ни Франции И не Германии Здесь нет В подписантах Франции и Германии Потому что Вы с три стороны Конфликта Не договороспособны Вы не способны Были договориться Там нет Франции и Германии Почему Франция и Германия Не подписывала Минские соглашения Так и России Там нету Вот подпись Посла Российской Федерации В Украине Не на Украине А в Украине Зурабов Вот его подпись Вам видно Вот его подпись Посмотрите Видите его подпись Хорошо Посол Российской Федерации Чей посредник там был? Он не чей посредник Он посол Посол не может быть посредником Посредником выступает Посол Хайди Тальявини Он представитель ОБСЕ он посредник, он не может быть участником конфликта, а посол Российской Федерации не может быть посредником посредником может быть только незаинтересованная сторона либо организация Андрей, вы можете манипулировать юридически терминологией сколько угодно так подпись же ваша подпись ваша, вашего посла я не ставил подписи там это ваш посол ставил подпись там а зачем он подписывал это, для чего? спросите у него так его спрашивают, он говорит, для того, чтобы вот как бы зафиксировать Минские соглашения. Подождите, вы изначально спросили у меня о Донбассе, какой вас вопрос интересовал? Что происходит на Донбассе? За что санкции на Россию накладывают? Вы просто перевели тему в русло вот этих юридических ну я в этом не силен, я как обычный обыватель не могу вам юридический там язык вот это все обосновывать как вы понимаете значение слова вероломство или подлость? как вы это можете охарактеризовать и объяснить своими словами? не используя слова вероломство и подлость как вы можете объяснить этот поступок? ну что это означает для вас? вы значение словно вероломное и подло понимаете, что это такое? как вы это понимаете? Я понимаю почему вы спрашиваете? мне просто интересно, есть ли у вас понятие такое? Андрей, задайте конкретный вопрос давайте так, давайте, чтобы я вас не ставил в неловкую ситуацию я вам зачитаю значение слова вероломство оно всего одно у нас с вами совпадает? просто значение этого слова не совпадает знаете, вероломство вот, знаете, википедию открыл вашу, русскую вероломство это одно из деяний нарушающих международные законы войны вероломство это форма обмана предпринятого в нарушении общепринятых норм порядочности для достижения военного превосходства классифицируется как военное преступление как вы думаете применимо к кому или к чему можно применить значение слова вероломство? в Украине, конечно надо против своего народа даже что такое вероломство? как вы понимаете например, какой какой поступок можно было бы назвать какой поступок если вы меня спрашиваете что происходит на Донбассе какой поступок можно назвать вероломным в новейшей истории какой поступок я вам отвечаю что одна часть Украины не согласилась с другой частью Украины незаконного переворота Майдана незаконного переворота 2014 года и это гражданский конфликт одну сторону поддерживает Америка другую сторону и коллективный Запад другую сторону поддерживает Россия Российская Федерация А почему Америка не подписала Минские соглашения? гуманитарными конвоями гуманитарными конвоями а почему Америка не подписывала Минские соглашения? ну это вам надо у них спросить я не знаю они не захотели быть гарантами и не заинтересованы наверное в мире на Украине то есть позвольте еще мы вернемся к вероломству я сейчас еще вернусь то есть по вашей логике я пытаюсь понять вашу логику Российская Федерация является посредником а ОБСЕ тогда кем является? ну они мониторят контролируют фиксируют но ОБСЕ это же тоже посредник ну кого обстреливают с какой стороны я так понимаю да они публикуют отчеты да а я читаю знаете там такие интересные отчеты в них фиксируется техника которая принадлежит исключительно Министерству обороны Российской Федерации как вы это прокомментируете? я коллекционирую ответы на этот вопрос извините вот отчет от 2018 года техника военная техника которая принадлежит исключительно Министерству обороны Российской Федерации техника производства России последних годов которую вы не поставляли ни в одно государство мира ни в одно а ее фиксируют в отчетах ОБСЕ вот отчет от 2018 года где здесь значит сказано смотрите 28 июля мини-беспилотник нашел обнаружил четыре различные системы Леер-3 РБ-341В 1Л-269 Красуха-2 Леер-2 Белина и репеллент-1 это техника исключительно Министерства обороны Российской Федерации как вы прокомментируете наличие военной техники на территории Украины которые фиксируют ОБСЕ Я вас правильно понял что вы мне сейчас перечислили это приборы радиолокационные по-моему ну вот именно для перехвата там беспилотников да это вот это вот военная техника конечно которая наводит помехи делает невозможным радиосвязь ну это приемлемо это же не оружие для убийства это приемлемо есть летальное оружие и нелетальное оружие если при помощи РЭБа блокировать систему управления самолетом самолет рухнет это оружие нелетальное сейчас отключит майор ему не нравятся такие разговоры майору не нравятся такие разговоры я майора понимаю я бы сам бы себя конечно бы отключил так вот это тот вопрос на который не хотят отвечать россияне. По поводу значения слова вероломство. Вероломство имеет одно единственное значение. Это военное преступление, связанное с подлостью и нарушением законов ведения войны. Война это один из способов осуществления превосходства одного государства над другим. И существуют установившиеся уже столетиями, тысячелетиями, веками как угодно, все истории человечества, законы ведения войны. Они иногда соблюдаются, а иногда нет. И иногда некоторые страны обвиняют другие страны в вероломном нападении. Вероломное нападение заключается в том, что это поступок подлый и одна страна нападает на другую без объявления войны. Объявление войны нужно ни для чего. Оно не дает никакого преимущества. Оно просто дает возможность соблюсти законы ведения войны. Есть писанные законы и не писанные. По писаным законам необходимо просто объявить войну, объявить государству, что вы на него будете нападать хотя бы даже за одну минуту до нападения. То есть это не даст никакого преимущества. И если вы даже объявите о том, что вы объявляете войну, будучи государством, агрессором, то это просто будет означать то, что вы соблюдаете законы войны. Все. Рыцарские правила. Ну то есть я много раз приводил этот пример, когда Д'Артаньян в Трех Мушкетерах он достает шпагу и говорит защищайте сударь, я вас сейчас заколю. Сударь этот достает шпагу, соответственно Д'Артаньян, он там мастер фехтования, он его заколол, убил, ну как бы все. Зато рыцарские законы введения войны соблюдены. Все. У него остается честь быть военным, выполнять приказы государства, защищать государство, ну либо нападать, если твое государство агрессор, это нормально для военных, они выполняют приказ. Сегодня интересы России заключаются в том, чтобы напасть на соседнее небольшое государство Украина, относительно Российской Федерации небольшое, конечно, и по ресурсам, не так значительно у нас таких ресурсов, ни экономически, ни в военном плане. Мы не можем представить какую-то угрозу для России, но России выгодно оккупировать полуостров и развязать войну на части территории Донбасса. Так объявите войну. Нападайте честно. Объявите войну. Путин получил 1 марта 2014 года разрешение на ввод войск на территорию Украины. Это же и есть война. Объявите войну и все. И вас не будут обвинять в вероломстве. Вас не будут обвинять в вероломном нападении. Нет, россияне не хотят быть вероломными. Даже им это вот не нравится. Хотя понятие воинская честь уже все, уже не работает. Потому что вот сторона конфликта. Российская Федерация. Не хотят они это признавать. Потому что получается, что если Российская Федерация это сторона конфликта, то выходит так, что напали они на нас. Вероломно. Поставка вооружения летального и нелетального характера на территорию ведения боевых действий. Это преступление военного характера. Российская Федерация поставляет оружие незаконно. Это нарушение законов, в том числе даже законов Российской Федерации. Окупация и ведение агрессивной войны это нарушение законов, даже если они не хотят это признавать. Они это делают скрытно, это называется вероломство. Вероломным быть плохо, они не хотят быть плохим, они хотят быть хорошими, чистенькими, беленькими, пушистыми. А не получается, потому что минские соглашения, не надо было тогда их подписывать.